Когда Луиза и Алексей и Лехметова узнали, что у них будет тройня, то очень обрадовались. Хотя сначала был шок, рассказывает новоиспеченная многодетная мама. Рожать было решено в перинатальном центре областной больницы имени Середавина. Малыши родились с весом менее двух килограммов. Некоторое время находились на ИВЛ, но теперь они окрепли и готовы отправиться домой. Все относились к нам очень внимательно, тем более у нас все одни такие крошечки были. Я, во-первых, вообще боялась даже к ним подходить. Ну, ничего, всему научили, все показали, рассказали. Так что все хорошо, отлично. Детей назвали Руслан, Тимур и Софья. Имя старшему сыну выбрал отец семейства. Я очень хотел, чтобы у меня сын был с именем Руслан. Пользуясь случаем, я хотел добавить и выразить огромную благодарность нашим врачам за то, что они выполняют такую ответственную работу и что подарили нам таких замечательных детей. Рождение тройни всегда событие, рассказывает заведующая приемным отделением перинатального центра Марина Нечаева. В текущем году это первая тройня. И, конечно, к таким родам мы готовились, ждали, когда они наступят, чтобы оказать ей вовремя квалифицированную помощь. И в тот момент, когда рождались эти детки, в операционном зале было огромное количество народу, и все были готовы к принятию тройни, все ее ждали. В прошлом году в перинатальном центре родилось четыре тройни. По словам врачей, многоплодная беременность относится к особой группе риска. А в перинатальном центре областной больницы имени Середавина созданы все условия для родоразрешения с минимальными рисками как для матери, так и для ребенка. Современное оборудование центра позволяет вынашивать младенцев, родившихся даже в условиях экстремальной недоношенности. Галина Топилина, Валерий Майоров, События.